Добрый день, уважаемые дамы и господа! Сегодня мы с вами поговорим о боли в суставах. И наш сегодняшний специальный гость, заведующая физиотерапевтическим отделением одной из московских клиник, Мудрецова Елена Николаевна, любезно согласилась ответить на наши вопросы по этой теме. Добрый день, Елена Николаевна! Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о болях в суставах. И я считаю, что это настолько распространенное состояние, что, пожалуй, нет ни одного человека, который ни разу в жизни не испытывал боли в суставах. Каковы основные причины появления боли в суставах? Действительно, вы правы, каждый человек сталкивается с этой проблемой. В течение жизни бывают разные моменты, которые вызывают боли в суставах. Они могут быть как ложные боли, так и действительно проблемные уже с заболеваниями. Если рассмотреть общую характеристику боли в суставах, то это чаще всего идут либо после физической нагрузки, либо какие-то воспалительные процессы в суставах, либо может быть бактериальные или даже вирусные теологии. Вот сейчас в сезон гриппа бывают осложнения после гриппа, бывают заболевания суставов, которые вызваны даже переохлаждением. Элементарно. Пройдясь по холодному воздуху, недостаточно обогрев своей суставы, они перестают двигаться в нужном объеме движений. И получается застой кровообращения в суставах, получается перенапряжение мышц в скованном состоянии и проблемы. То есть, а бывает, элементарно даже без каких-то видимых факторов начинают беспокоить суставы. Ну и что все-таки мы должны делать, если появились боли в суставах? Вы знаете, вот такое, что первоначально, я бы сказала, конечно, это прислушаться к себе. То есть, из-за чего? Осмотреть сустав. То есть, есть ли видимые какие-то проявления. Проанализировать нужно состояние, что было до. Возможно, это была какая-то травматизация малейшая, которая как бы не отложилась в памяти, но оно было. Вот, посмотрели внешне, сустав может быть отечный, сустав может быть на ощупь горячий. В то же время, даже, возможно, высыпание на суставе. А может быть, сустав хрустеть, да, как в народе говорят. Вот. И как бы, в принципе, ничего не предсказывало, что такие будут какие-то проявления, да, то здесь можно сказать, что, возможно, какие-то дефицитные состояния внутри. То есть, не обязательно это что-то внешнее повлияло на боли в суставах. Ну, а как все это выявить? Конечно, это нужен специалист. Однозначно, в наше современное время, когда очень много информации в интернете, люди ищут в книгах, в телевизоре находят ответы, как они думают на свои вопросы, на самом деле это не так. Специалист проведет диагностику грамотную. Это нужно и общий анализ крови, и биохимия крови, и рентген. Если нужно, нужно, могут сделать даже КТ или МРТ суставов. Но сустав – это неполноценный орган. Сустав все-таки работает в связке, то есть рядом находятся мышцы. Сустав – это соединение двух костей, в любом случае двух-трех костей получается. Вокруг связки, вокруг хрящей, вокруг очень много вспомогательных каких-то приспособлений, которые помогают суставу двигаться. Поэтому тут как бы рассуждать, что просто заболел сустав, да, самому человеку сложно сориентироваться. Ходите, выясните, а потом уже занимайтесь лечением. Я вижу, у вас вы даже какой-то тест приготовили. Вы знаете, да, я в преддверии нашей встречи подготовила тест такой, он мини-тест, называется «Здоровы ли ваши суставы?». Очень интересно. Да, простые 10 вопросов, на которые уже человеку дадут пищу для размышлений. Вот, допустим, первый вопрос. Ведете ли вы малоподвижный образ жизни? Да, просто. Каждый может ответить либо да, либо нет. Да. То есть предлагаю каждому сейчас пройти этот тест, он быстрый. Да, нет, всего 10 вопросов. Итак, значит, второй вопрос. Вы живете в высоком темпе и подвержены стрессам? Да, нет. Тоже понятно, да, что получается тут стрессы постоянно в жизни присутствуют. Третий вопрос. Вы забыли, что такое утренняя гимнастика? Элементарно поддерживать кровообращение в суставах, простые движения, которые раньше была производственная гимнастика. Помните, как хорошо. Вспоминаем элементарно утренняя гимнастика, пожалуйста. Четвертый вопрос. Вы часто носите обувь на каблуках или стесненную обувь для мужчин, допустим? Да. Тоже вопрос. Задумаемся о суставах. Вам обязательно слушать синоптиков? Или суставы дают о себе знать при смене погоды? Представляете? Тоже простой элементарный вопрос. Сделайте наклон вперед на прямых коленях. Вы сможете свободно достать до пола? Вопрос. Да или нет? Отвечаем. Чувствуете ли вы болезненные ощущения в суставах, спускаясь или поднимаясь по лестнице? Кто-то может на второй лестнице почувствовать, а кто-то через пролет почувствует. Но для себя отмечайте. Следующий вопрос. Ваш вес выше нормы? Или в пределах? Замечательный вопрос. Вот. И у ваших родителей были проблемы с суставами или нет? Тоже проанализировать да, нет. И последний вопрос. Ваши колени, а также другие суставы хрустят ли при движении? Да, согласна. В принципе, очень простой тест, но очень информативный. Да, нет, сосчитать количество ответов да, и тут человек уже сам поймет, стоит задумываться об этой структуре нашего организма или нет. Стоит ли обратиться к врачу, да? Конечно, конечно. Самолечением однозначно здесь не стоит заниматься, да, потому что бывает, переходит в хронические процессы. Так, ну а вообще как это лечится? Если все-таки выявляется заболевание, то как это лечится? Вы знаете, лечений много. Получается, чаще всего начинается элементарно с медикаментозного. То есть, либо это противотечные, либо обезболивающие, либо противовоспалительные идут моменты. Здесь нужно и местное лечение обязательно. Из местного лечения могут быть и мазевые основы, растирания, могут быть и физиотерапевтические методы лечения. Извините, перебью. Вы вот говорили про медикаментозное лечение, по поводу обезболивающих препаратов. Что вы о них думаете? Потому что чаще всего люди принимают их даже без назначения лечащего врача. Насколько это опасно? Вот ваше мнение. Вы знаете, я врач не только физиотерапевт, я еще и нутрициолог. Я врач фитотерапии. И, как бы, имея арсенал вот этих знаний, да, мне, конечно, всегда хочется больше натуральными методами. Потому что те же самые обезболивающие, они могут повредить желудок. Будут другие проблемы. То есть лечить вроде одно, да, а последствия могут быть разные, не столь желательные. Поэтому лучше, конечно, я как физиотерапевт рекомендую физиотерапию. Физиотерапия бывает домашняя и бывает лечебно-непосредственно медучреждение. Поэтому, как вариант из домашней физиотерапии, допустим, те же самые примочки, ванночки лечебные. Но, опять-таки, нужна консультация грамотного специалиста, который подберет индивидуально кому что. То есть есть, допустим, солевые примочки и ванночки солевые. Есть скипидарные ванночки, которые тоже нужно индивидуально подобрать и концентрацию, и температуру. Вот. А из физиотерапии, конечно, активно используется и магнитотерапия, и ультразвук, и различные ОВЧ, электрофорез. То есть возможностей много. И все делается индивидуально, на приеме, с пожеланиями пациентов. Смотрим противопоказания. Как-то вот так решаем вопросы. Ну, то есть вы в своей лечебной практике используете различные виды физиолечения, правильно? Да. То есть какие виды физиолечения вы принимаете чаще при заболеваниях или при болях в суставах? Вернусь к тому, что в разном возрасте разные процедуры назначаем. То есть есть процедуры, которые, допустим, противопоказаны при состояниях, когда высокая температура. При суставных болях бывает и температура повышается. Тут мы смотрим индивидуально. Одному назначим магнит, другому назначим лазер, третьим у нас назначим, допустим, электрофорез. Но есть универсальные методы физиотерапии, которые показаны разной категорией граждан. Получается и стар, и млад, как говорят в народе, может использовать. И к такому методу относится цветотерапия. Непосредственно у нас используется биоптрон, стационарная лампа, которая бывает разного диаметра. Тут тоже учитывается область поражения. То есть суставы, у нас суставы бывают крупные суставы, бывают мелкие суставы, а бывают, как говорится, самый крупный сустав – это позвоночник. То есть относительно объема поражения выбирается и аппарат. Ну, то есть вы довольно широко используете светолечение, в частности, приборы биоптрон, да? Да. Честно говорю, с биоптроном работаю давно, уже не только в этой клинике, где сейчас, и до этого. И хочу сказать, что он себя зарекомендовал очень хорошо. Когда ничего нельзя, допустим, у пациента металлоконструкция в организме, или стоит, допустим, была операция на сердце, шунтирование, или ребеночку, которому там нельзя электричество с нарушением нервной системы, тоже противопоказание для электропроцедур. И тут всегда на помощь приходит биоптрон. Люблю, пациента любит, потому что ощущений во время процедуры нет, а в то же время лечебный процесс идет. Он идет внутри, на клеточном уровне, и настолько он гармонично изменяет не только идут какие-то костные проблемы, да? Там идут, как я уже сказала, что бывают при проблемах суставов и мышечные боли. Бывает выпад, то есть внутрисуставная жидкость, да, увеличилась в большем объеме, и получается нужно рассасывающее действие, процедур. И здесь он опять-таки помогает. Ну, то есть вы довольны этим методом лечения? Да, поляризованный свет, он очень естественно, очень нежно. Можно отметить из плюсов, противопоказаний не имеет. Да, начинаем с рождения, заканчиваем. Прям, я не знаю, там в реанимации используют даже наши биоптроны. Прекрасно, прекрасно. Ну, а вот в домашних условиях, это у вас в клинике, а в домашних условиях чем можно помочь при болях в суставах? Ну, вот вы говорили уже про примочки, а опять же, есть ли вот из методов физиотерапии? Ну, скажу честно, про себя и свою семью, если так можно, да, то, конечно, я использую биоптрон. Биоптрон – это вообще домашний портативный аппарат, медол, который маленького размера, здесь побольше, здесь поменьше, да, его с ним я засыпаю, то есть начинаю, когда есть еще активность, свечу по общим точкам, потом, значит, делаю воздействие на суставы непосредственно по областям, да, и в то же время не забываю всегда, что суставные процессы – это результат действия внутренних процессов, то есть нарушение обменных процессов привели к застойным явлениям в суставах, то есть не только малоподвижность. Поэтому тут нужно воздействие и на пупок, нужно воздействие и на… По точкам, да? По точкам определенным, да, лечим. Ясно, но вы дома используете его чаще всего при каких проблемах? Ну, то есть вот для себя? Вы знаете, я не люблю ждать проблем. А, понятно. Я всем советую, кстати, да. Поэтому с профилактической точки зрения, да, я начинаю с общих точек, то есть надвенные обязательно делаю, делаю пупок, делаю глазницы, то есть на глазах… Это все для улучшения кровообращения или… Да, 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 это кровообращение улучшается, то есть будет хорошая работа крови, да, будет хорошо питаться суставы, будут хорошо питаться суставы, в них находятся и кости, и мышцы, и связки, то есть настолько все взаимосвязано. Нельзя лечить что-то одно. Спасибо большое, Елена Николаевна, было очень интересно и очень полезно. Мы благодарим вас за эту встречу и надеемся, что вы еще найдете время, и у нас будет новая встреча по вопросам сохранения здоровья и хорошего самочувствия. Ну, и мы прощаемся с вами, уважаемые дамы и господа. Берегите себя, берегите свои суставы, следуйте советам Елены Николаевны и будьте здоровы. Всего хорошего, до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова